Здравствуйте, друзья! Я Буляин Сиресь. Обращаюсь к вам от имени Эрзианского национально-освободительного движения по поручению Атянь-Эзен, нашего совета старейшим. Обращение на русском языке, потому что оно касается всех порабощенных народов. В городе Баймак, Башкортостане, суд осудил Фаиля Алсынова только за то, что он выступил против хищнического отношения уничтожения башкорской природы, против потребительского отношения к национальному достоянию башкортов. Возмущенные люди вышли с протестами к зданию суда. Отрицая право народа на свое мнение, власть использовала против них силу. Показала, что готова применить оружие. Это очередное подтверждение того, что мы живем в стране, где нет справедливого суда, где нет свободы слова, где всем управляют люди, которые считают наши народы рабами, пригодными только для работы на них и к гибели в других странах за интересы этих людей. За интересы московского клана. Мы живем в стране, где дети чиновников тратят в день месячную зарплату простого человека. Многие думают, что это их не касается. Это ошибка. В 1937 году расстрельные списки составлялись не по доносам, а по воле назначенных москвой палачей. Эти списки отличались иррациональностью и непредсказуемостью. Говоря по-простому, гребли всех подряд. Если вы думаете, что законы изменились, то это еще одна ошибка. В России уже нет законов как таковых. Она опустилась в 16-е столетие, где все решает царь в Москве и бояре на местах. Они считают нас холопами, халуями. Они упиваются своей безнаказанностью. Так будет не всегда. Башкорты показали, что бояре очень сильно ошибаются. И это только начало. Совет старейшин Рзян заявляет, что то, что происходит в Баймаке, это еще одно преступление Москвы, за которое она обязательно будет отвечать. И у каждого преступления есть своя фамилия. И мы эти фамилии знаем. На митинге раздавались обращения, одиночные обращения о внешнем управлении. Мы не можем слышать наших предков, убитых и замученных по приказу из Москвы, сожженных по приказу из Москвы. Иначе мы бы знали сегодня и понимали, что невозможно разжалобить палачей. Невозможно изменить жизнь в концлагере, заменив начальника лагеря или перекрасив стены в бараке. Сегодня башкорты – пример для нас всех. Они показали, что и в России можно вести себя как свободный человек. Слава башкортам! Слава сильному, трудолюбивому народу! Мы требуем свободы Фаилю Алсынову, свободы всем задержанным, как на протестах, так и до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова